Павел Елисеевич Иванченко награжден орденом Знамя Победы. В годы Великой Отечественной он 15-летним мальчишкой воевал в подпольном отряде. О детях войны он написал не одну книгу, целый том посвятил подросткам из родного Успенского района. Неудивительно, что к этой категории граждану Павла Иванченко особое отношение. Говорит, обманывать их он тоже не позволит. В последнее время 86-летний сочинец только и занимается тем, что просит детей войны не верить необоснованным обещаниям. Этот вопрос должны решать на уровне правительства, но созданная организация, она просто создает себе авторитет. Но проблемные вопросы она не в состоянии решить. Поэтому считаю, что все эти организации, созданные, они просто дезинформируют население. А вопрос детям войны надо решать. Он актуальный. И решать такими методами, как решает отдельная организация, это просто несерьезно. Пенсионеры за удостоверение члена общественной организации «Дети войны» заплатили по 100 рублей. А вернуть деньги в десятикратном размере, по словам членов организации, им должен муниципалитет. Лариса Хашимовна общественной деятельностью занимается уже 8 лет. И членам ветеранских организаций на всякий случай разъясняет порядки и правила выплат пособий. В восьмой раз в Думе отклонили этот вопрос. Значит, закона на эту тему тоже нет, не утверждают. Поэтому говорить об этом просто преждевременно. Кто вот распускает эти слухи, просто непонятно. Если бы закон вышел, другое дело, можно было бы предметно о чем-то говорить. Но если закона нет, на что можно надеяться? Вот это вот официально. А все остальное слухи, все домыслы. В администрации города отмечают, в случае принятия такого закона льготами будут пользоваться всех гражданей России, законодательно попадающие под эту категорию, а не только вступившие в организацию «Дети войны», как это следовало со слов заявителей. В то же время рожденные с 1925 по 1945 год и сегодня пользуются льготами по федеральным законам о ветеранах и о социальной защите инвалидов. Муниципалитет же со своей стороны социальную поддержку оказывает 8 тысячам горожан. На различные выплаты уходит порядка 45 миллионов рублей.